Алло, да? Добрый вечер, это программа «Кто хочет стать миллионером» Её ведущий Дмитрий Дюбров Здравствуйте, Дмитрий А что вы хотели? У меня просто эфир через полминуты Значит, тогда у вас, дорогие друзья, 30 секунд всего, прошу Какая европейская столица стоит на реке Бык? Белград, Кишинёв, Загреб, Минск Странный какой вопрос Ну, Минск точно нет, там нет, там в Загребе тоже был Тоже нет, там реки такой, Кишинёв или Белград Как бы Кишинёв столица, но не европейская, это так в шутку мы называем, да Река, река, река Ну, Бык, ну, Бык сложно назвать рекой просто, это навряд ли Ну, ответьте Кишинёв, пускай тут в Молдавии все порадуются, да Пускай будет Кишинёв, да, вдруг, правильно Ну, давайте, удачи, ага Вот странные такие вопросы, с подковыркой задают там у них Шутить вздумали над нами, но нет, шутим в этой стране только мы И шутим над теми, кто виноват и теми, кто рядом мимо проходил Это Exclusive News, у нас в отличие от Дмитрия Деброва будет больше 40 секунд У нас будет 30 минут обсуждения самых интересных новостей прошедшей недели Не переключайтесь Аплодисменты Добрый вечер, дорогие друзья Мы заметили, что между нашей программой и парламентом очень много общего Ну, вот смотрите, во-первых, у нас большой коллектив Но работает по факту несколько человек, да Во-вторых, нас, как и депутатов, показывают по телевизору И наши зрители встречают нас и говорят нам спасибо Депутатов тоже встречают и говорят Ну, спасибо вам большое Может, маленькая здесь райца есть Но самое главное отличие в том, что Exclusive News выходит стабильно каждую субботу А вот наш парламент все-таки иногда дает какие-то сбои, нестабильности Свою показывает Вот они обычно собирались по четвергам и пятницам на заседание А сейчас вдруг решили в понедельник Почему вдруг, оказывается, посмотрели на календарь, увидели Ой-ой-ой, лето уже почти заканчивается А мы не успеем поехать в Турцию Так, все, давайте быстренько в понедельник соберемся И на каникулы Очень сложная работа услуг народа Ты сидишь в прохладном помещении В ортопедическом кресле И слушаешь, что говорят другие Не обязательно понимать, главное слушать И нажимаешь на эти кнопки Ну, это же сложно, да, Паш? Нажал хоть на кнопку? Все Конечно же, самыми обессиленными трудоголиками оказались депутаты из оппозиции Они были настолько слабы, что не могли прийти на предыдущие заседания Устали, нереально Но на это все-таки они собрались всеми силами и пришли Потому что их подняла на ноги сама мысль о том, что можно будет отправить в отставку правительство господина Кику И они вышли Еще, помимо депутатов, конечно же, внутрь хотели попасть и журналисты Их впустили, как обычно, в зал для прессы Они сидели там Ну, уже давно эта процедура проходит Там есть мониторы, люди смотрят, что происходит в парламенте Но нет, вдруг журналисты захотели зайти прямо внутрь Прямо в зал заседаний Посмотреть на наших политических звезд Оказаться прямо рядом Вот так, с депутатом рядом Вот так Сядь, сядь уже на него И чувствовать этот нерв, который происходит Событий всех этих политических Но не тут-то было Нельзя Это запрещено Сейчас прессе заходить внутрь И они, конечно же, сбунтовались Сбунтовались И начался этот крестовый поход Или, вернее, в нашем случае, микрофонный поход Взяли два микрофона Так, соединили И говорили Жиди! Охрана! Взяли, закрыли себя Как щитами, мобильными телефонами И шли, шли, шли Пытались пройти сквозь двери Сквозь стены Сквозь охрану Дрались Многие депутаты Вернее, несколько депутатов Поддержали этот пресс-поход Это были рыцари Круглого майамского стола Господин Канду и господин Сырбу Они сказали Конечно, идем Вы слышали? Господин Канду попросил пустить прессу под свою личную ответственность Под свою личную пониженную социальную ответственность То есть, когда он был спикером Нет, пресса нельзя было Все, сидите там Знай свое место Ты, девочка с ТВ-8 А сейчас? Да, конечно же Заходи! Конечно, надо! Пресса-секистраты! Вы чего там? Вот сегодня за, завтра против Потом снова за, против Туда-сюда Типичное поведение Среднестатистического молдавского депутата Ну, некрасиво же Так, я не понимаю Это парламент Или это Блэк Фрайдэй В одном из супермаркетов И все там толпой Дерутся Кричат Чтобы забрать этот последний плед За 500 леев Что происходит? Что творится? Это понедельник Вы представьте, что там в пятницу Вообще, я лучше не видеть Депутат-отпас Михаил Папушой Вообще стоял и бил Дверь Руками Потом стал бить ногами Я не знаю, что у него за Негатив к деревянным предметам Все сначала подумали Он, наверное, ненормальный Но выяснилось, что нет Он нормальный Просто он очень суеверный Он стучал по дереву Вот он, чтобы не сглазить Вот он, недоверие Правительству Поэтому сначала рукой Потом ногой На всякие пожарные Другими частями тела Тоже прикасался А, кстати Его коллега По блоку Акум Раду Мариан Он Он вообще подумал, что это Свадьба Просто очень богатого человека В парламенте Взял, схватил Сразу невесту И утащил ее куда-то Из публика ТВ О, господи Очевидцы говорят, что он был очень доволен Потому что давненько этот депутат не был так близок с женщиной И после всего, что он с ней сделал Он просто обязан прийти к ней на интервью И обвинить, конечно, во всем власть И отсутствие демократии в нашей стране Да В общем, все эти 15 минут неразберихи Хаоса, криков, шумов Вылились все-таки в то, что охранники сказали Проходите там, что вы хотите делать И несколько журналистов зашли внутрь Иата Ам аж усын в сала Депутатии Аплауды Там реуси Кому вы хлопаете, я не могу понять Это что, ветераны битвы под дверьми? За что аплодисменты? Врачам аплодируют сейчас Людям, которые борются с коронавирусом Я не помню, чтобы депутаты аплодировали Нашему спортсмену, который выступает прекрасно на международном уровне Последний раз такие овации были в парламенте Когда одобрили закон о повышении заработной платы депутатам на 4 тысячи леек Вот тогда аплодировали все А сейчас, ну, ребята, ну Зашли журналисты Аплодируем Уборщица прошла мимо Муха пролетела Ой, блин, убили муху Ну, ребята Вот наш корреспондент Иван Манджуловский Прошел тихо, спокойно Незаметно, как закон о повышении налогов Оказался там, в зале парламента И сделал хороший репортаж Юмористический И со смыслом Учитесь Независимые В понедельник 20 июня состоялось крайнее заседание парламента этого сезона В честь такого события депутат партии ПАС Думитро Алайба пришел в зал парламента в праздничных зеленых штанах Которые ему лично подарил Влад Филат за хорошую работу в Пеледиме Сергей Сырбу также вспомнил былое и взял с собой мегафон, который он забрал, уходя от коммунистов Экскурсии в ПРО Молдову Первому пришедшему дарим полмиллиона евро, которые не забрал Гацкан А Марина Таубер настолько громко хвасталась своим новым телефоном, что Дмитрий Дьяков сделал ей замечание Действительно, в отличие от премарии Жора Дежос в парламенте никого новым телефоном не удивишь Поэтому госпожа Таубер пыталась привлечь к себе внимание другими методами Зинаида Петровна, произошла кража, кто-то украл мою фольгу Я оставила ее здесь, на этом самом месте год назад, а теперь ее нет Воровство недопустимо, ладно еще миллиард, но фольга Сидящий рядом депутат ДПМ Александр Жиздан, который не мог нормально поспать из-за этих криков, пожаловался спикеру парламента Дамы ограничены, так как в ОСФИП веторву по сабилитатам, мутациям и ворогде еще Главной повесткой дня был вот ум недоверие нынешнему правительству Но уже в самом начале было понятно, что он не состоится, и депутаты решили обсудить грядущие каникулы Ребят, кто где будет отдыхать летом? Я на Дидидиче А я в Адулыводах А мы всей партией про Молдова в Майами поедем Нам уже шеф билеты купил Когда депутаты поняли, что перед отпуском сокращенного рабочего дня не будет, слуги народа все-таки решили, что надо работать Однако заседание длилось настолько долго, что Думитро Алайба полностью прошел GTA San Andreas на своем ноутбуке Ребят, напомните, какой там код надо ввести, чтобы танк получить? Панзер или Нутер Толз? Благодаря этому заседанию мы узнали многое Например, что у Андриана Канду есть два планшета Дан Перчун знает сурдоперевод Оказывается, в парламенте прячется 102-й депутат А самое главное, что уважительнее всех депутатам в нашей стране относится Зинаида Петровна Гречаной Она это демонстрировала на протяжении всего заседания В конце рабочего дня спикер парламента подытожила Стимать депутат, сессия закрыта, все сдали, все молодцы, на каникулы всем задание прочесть Конституцию Молдовы А Сереже Сырбу и Марине Таубер прочитать 195-ю статью Уголовного кодекса Перейдем к праздникам На этой неделе прошло событие, которое касается абсолютно каждого Кто не стучит ногами по дверям Праздник был День мозга В общем, наш специальный корреспондент вышел на улицы города, чтобы проверить, а как работают эти самые мозги у наших граждан И выяснилось, что работают замечательно Сегодня отмечается Международный день мозга Нет, это к нам не относится Вообще ни разу, это не про нас Что лучше всего в такой праздник подарить мозгу? Не пить, не курить Не думать много тоже нормально, думаю Как думаете, как стоит такой праздник отмечать? Вынести мужу мозг напрочь Пару вопросов, чтобы мозг прокачать Первый вопрос Под каким деревом в дождь прячется заяц? Ёлка Ну хорошо, а если лес не хвойный прямо? Под землей Горят под дома Один депутата, второй простого человека Какой из них первым придут тушить полицейские? Депутата, наверное Депутата Потому что он важнее депутата Хотя жалко Надо сразу, наверное Жалко полицейских, которые пошли кушать Сколько в месяц в году имеют 28 дней? Один месяц, февраль А, февраль Ну, один А, вообще все, да Черт подери, да Какой человек никогда не намочит свои волосы под дождем? Мокрый Павел Филипп Лысый человек, у него есть волосы? Какой рукой лучше всего размешивать чай? Любой Вообще-то пальцами, нет? Ну, я перемешиваю ее правой Ну, да Это оригинально Кто-то ложкой Почему Михаил Гимпу ходил в сапогах А Воронин в ботинках? Потому что Миша Гимпу, наверное, сапожник Воронин в сапогах Не были такие хорошие дороги Были больше глот Они ходили в этом по земле Я поздравляю с ним Мозг, вообще-то думать надо всегда Может быть, если мы почаще думали У нас была бы другая жизнь Саупать с величитоами Ни кореи На апартине мозга Много таких знакомых? Не стой Поздравляю всех людей Которые действительно есть в мозге Поздравляю всех с днем мозга Всех тех, у кого он есть И тех, у кого его нет Вот так отвечали обычные граждане На наши каверзные вопросы Спасибо им за это большое Но у нас есть еще одно уникальное интервью Которое дал не обычный человек А счастливый обладатель депутатского мандата Слуга народа от партии ПАС Думитру Алаева Давайте посмотрим, как он справился с этим интервью Знаете, какой сегодня праздник? Нет Сегодня отмечается Международный день мозга Как, по-вашему, можно отметить этот день? Я не знаю Я не думаю, что такой праздник есть На самом деле есть Мы поэтому и вышли Потому что он существует И мы рассказываем о необычных праздниках Международный день мозга Интересно Ну, хорошо Будем знать Что можно мозгу подарить в этот день? Воздух Спорт Здоровье Просто И вот насколько Насколько уже Все более понятно Иногда надо И просто отдать передышку мозгу Дать мозгу отдохнуть один день в году? Например Ну да, это лучше, чем наоборот В один день мозга работать А потом в остальные отдыхать? Наверное Хорошо Скажите, а вот если Кишинев – это сердце Молдовы Что можно назвать ее мозгом? Ну, знаете, это такие метафорические вопросы Я не могу ответить Просто я сейчас был Ну, занят немного Если Простой вопрос Человек, чьи волосы никогда не намокнут под дождем Откуда я знаю? Нет, не знаю Не знаю Ну, откуда знаете, что там Он не бородатый в одно и то же время Ну вот, это уже вот Работа мозга чувствуется Хорошо И такой Вопрос Да, хорошо Последний вопрос Почему Воронин ходил в сапогах, а гимпу в ботинках? Почему один в сапогах, а гимпу в ботинках? Да Почему? Ну, наверное, погода Зависит в каких В какое время года Нет? Не знаю Ну, хорошо На самом деле по земле Но хорошо, спасибо, что поучаствовали А, понял Все Вы знаете, мы эти вопросы заранее как бы скинули господину Алабе Он попросил подготовиться к интервью Но, наверное, не успел Чинил дверь в парламенте, которую там они сломали Но, если говорить серьезно Спасибо ему большое, что Согласился поговорить с нашим репортером Единственное, что я понял Почему он все-таки был в парламенте в зеленых брюках Он изначально одел черные, классические Но не заметил, что на скамейке-то надпись Вопсид Сел И вот такой вот казус Ну что ж, одного депутата мы опросили Осталось еще сто Мы не будем за всеми вами бегать Уважаемые депутаты Вы сами знаете, где нас найти Значит, третья скамейка справа от дуба Парк Штефана Если что, на ней написано Вопсид Ждем Как говорил великий русский поэт Дмитрий Николаевич Билан Я знаю точно Невозможное возможно Ой, а когда-то будут Когда-то в школах будут именно так все изучать Так вот, насчет невозможного возможно В нашем городе Чистят реку бык Кто когда-либудь видел, что там есть река Все ехали думать Что? О, ни хрена себе Туннель для мусора вырыли Выкину я туда бутылку В эти заросли Оказывается, снесли все эти камыши А там водичка Там жизнь есть На Марсе ищут воду А мы здесь нашли У себя чуть ниже Албешуары Через плит Большинство жителей города, конечно, рады этому факту Но нашлись и скептики Которые увидели мутные делишки В этом деле С очищением речки бык И один из них Это наш бывший генпримар Дарин Киртуак Он вооружился камерой Одел свой купальный халат И вышел туда Спустился, так сказать На дно быка Ай-яй-яй-яй-яй С честным темплей Буна зева 24-й спектатор Я уверен, что вы по мне соскучились И я тоже по вам скучал Но еще больше скучал По Примарии Какие беспределы там сейчас происходят И все это под прикрытием социалистической звезды Мы так просто это не оставим Скоро я стану президентом И вообще быстренько погоню всех отсюда Здесь нельзя было трогать бык Тысячи лет Здесь был специальный грязевой заповедник Со своей цепочкой Экологической, пищевой Значит, маленьких мошек ели тараканы Тараканов ели рыбы Рыб ели птицы, птиц ели бомжи А сейчас все уничтожено Ион Чабан одним рочерком пера Одним проездом трактора Уничтожил все это Вы посмотрите, что еще вытворяет этот Чабан Он решил все посносить Он снес ларьки, рекламное панно И его рука поднялась И до жилищ уток Которые были здесь Сними, покажи Вот Это все здесь были камыши Это все камышиные мансарды Которые я лично подстроил здесь для уток Перелетных, которые прилетали к нам Из братской Румынии Они здесь отдыхали Ион Чабан уничтожил это все И наплевал в клювы уткам Меня здесь на речке все знают Каждая лягушка знает, кто такой Дуренькирт Музулин, урок Я же вам говорю Идемте, идемте, покажу, что Чабан натворил Вы только посмотрите Посреди бела дня У всех на глазу Они собирают нефть Есть нефть марки Брент Есть нефть марки ВТАй А это бык Нефть марки Бык Она у нас была, об этом никто не знал Это секретная информация была Я специально ее прятал На дне бычка Вот эту всю нефть А Ион Чабан все Выложил это Выкинул на лицо города Это разве нормально? Поговаривают, что Ион Чабан специально хочет Наполнить треку Бык Чтобы она стала судоходной Мы с дядей Лично своими грудями остановили русские танки И теперь будем останавливать Русские подлодки, которые заплывут сюда Вот что это такое? Что вы собираете? Вот ты видел? Ты видел? Ты снял, как они хотели уничтожить меня? Не получится Вот что делают они Вы думаете, откуда в бычке столько воды? Потому что Ион Чабан сливает туда свои обещания Видите? Вот это все его предвыборная платформа и программа Она льется, льется, как водичка заполняет бык Я люблю бык Бык любит меня Если хотите посмотреть это видео по ссылке в описании Но не об этом Ренат Усатый наполняет фонтан у себя в Бельцах А ты вот наполняешь речку Вот это у вас у всех примаров После Доризновского периода Такие бзык Ты посмотри Ты посмотри, какая береза вымахала На берегу Молдавского быка Эта береза показывает все российские КГБ-шные корни Иона Чабана Здесь стоял нормальный румынский камыш Молдавский камыш Они переплелись Так нет, береза здесь Они ее сюда вкопали Сними, сними оттуда Покажи Покажи, чтоб все видели Я думал, что это береза Обычная Но вы посмотрите Это новое российское оружие Это рогатка И прямо нацелена Прямо на офис либеральной партии Отсюда будут стрелять русскими ракетами Эти березы будут тополями стрелять Ион Чабан, ты нас не обамишь Под видом, что он реку чистит Он устанавливает здесь оружие российское Сейчас завалю Не так просто Ничего, я приду сюда не один Завтра приду сюда с друзьями И дружбой Белой И срубим И закончим наш сегодняшний выпуск криминальной новостью В одном из баров города Анапа Камеры зафиксировали вора Который пытался украсть пачку денег У нас есть кадры с места преступления Смотрите внимательно Бармен, казалось бы, предотвратил преступление Но рецидивист по кличке Барсик Отомстил бармену Сходил ему в тапки И все-таки забрал свое Вот зачем этому коту ему понадобились деньги? Что он с ними будет делать? Ну, реально Ну, хорошо Купит своим кискам вискос Пускай Купит пацанам ящик валерьянки Посидят под машиной потусят Там чуть-чуть Хотя, с другой стороны Если животные стали воровать деньги То это, возможно, из бюджета Миллиард Украли не люди, а какой-то кот Точно Мы не там ищем Господин Стояногло Все, а эти отпечатки Уничтожьте там все эти дела Отчет кролл сожгите Надо брать отпечатки лап И пошерстить по всем помойкам И подвалам И задним дворам Особенно в Майами и в Израиле Где-то сидит там и мурлыкает Кот с усами сметаны На этом все, дорогие друзья Приятно было с вами провести Этот субботний вечер Увидимся ровно через неделю В 23.00 Берегите себя И не будьте поддан Для плохих новостей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова